15-й час талисмана, 15-й час и он же последний. Я пройду его, можно сказать, в режиме спидрана по нескольким причинам. Во-первых, у нас есть заклинание телепортации, которое в разы ускоряет перемещение. Во-вторых, у меня огромный запас целебных отваров, 8 тысяч единиц практически. Соответственно, я могу практически без ограничений использовать магию и не отвлекаться больше на рубку монстров, сбор этих отваров, денег, торговлю и так далее. У меня уже всего выше крыши. Поэтому мы сейчас... Короче, давайте, телепортации поскакали в кресты. Видите, как быстро? Вот, а дальше берем сюжетный квест и идем убивать Кощея Бессмертного. Это самое сложное сражение в игре. Его не берет ни меч, у него полный обратный урон, то есть мгновенная смерть, если я его физически атакую. И на него абсолютно не действует магия, кроме одного. Кстати, сейчас будет заколдованный мост. Вот, его нельзя телепортом пройти. Мы сейчас будем идти по мосту, будет тратиться здоровье. Поэтому нужно пить аптечки. Так вот, есть способ Кощея. Единственный победить, как я понял, единственный способ. Это применить заклинание жертвоприношения. То есть мы создаем несколько животных, вот, и используем, приносим в жертву это животное, чтобы убить Кощея. Причем там тоже не все так просто. Надо еще и подловить его этим заклинанием, потому что он двигается, нужно с большим упреждением. Вот. После этого, ну, короче, сами все увидите. Все очень просто. Бежим, короче, к этому городу Кресты. Видите, как телепортацией быстро можно перемещаться? Это вам не пешком ходить. Тут пауки, они легко убиваются, они совсем не страшные, несмотря на свои размеры. Так, здесь мы должны получить от князя сюжетный квест. А, в принципе, а зачем? Зачем? Или нет? Нет, там, по-моему, надо с каким-то князем все-таки поговорить. Если не изменять память. Так, вот он стоит, князь Дюлин. Не буду тратить время на любезности. Спрошу прямо, где мне искать Кощея? Отвечу так же просто. В его царстве. На северо-запад от Крестов. Только дороги туда нет. В густом дремучем лесу придется тебе прорубать дорогу самому. Либо искать помощь здесь. Наши маги помогут тебе пробраться через лес, если ты поможешь Крестам. Все, что нужно, так это уничтожить три логова нечисти. Одно на севере и два на юге. Возвращайтесь с победой. Я не буду с этим заморачиваться. Я сразу, так же методом телепорта, быстренько прискочу к Кащею и там грохну его. Северо-запад нам. Двигать. Видите, как быстро. Не зря мы копили столько времени целебной отвары. Теперь видите, как быстро сейчас галопом проскочим финальную часть. Кстати, может быть глюк. То, что не прогрузится территория Кащеева. У меня уже такое было. Будем надеяться, в этот раз такого не будет. Продолжение следует. Так, вот здесь, что ли, Кащей живет? Да, это как раз то место, где живет Кащей. Тут есть, по-моему, бесы, которые полностью возвращают урон и мгновенная смерть. Поэтому нужно сохраняться почаще. Так, ну, скелеты для нас это вообще не проблема. Ой, 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 чуть не замочили меня, отвлекся. Сейчас будет огромное количество монстров перебить, прежде чем начинать драться с Кащеем. Потому что монстры будут решать, просто мне с ним сражаться. Мне надо, чтобы Кащей как-то более-менее один находился. Так, давайте сразу приготовим заклинание. Призывы животных. Да что ж такое, че, откуда вы лезете? Так, значит, кипящая кровь нам не нужна. Значит, призвать животное. Агрессия природы. Вот, призвать животное. И второе заклинание, это жертва. То есть, для заклинания жертвы нужны... Ну, нужно в жертву кого-то принести, естественно. И может быть, к сожалению, еще один глюк, подозреваю. Кроме того, что не вывалится из него вторая часть карты. Вроде такое у меня было один раз. А может быть, я ее просто не заметил. Ну, короче, посмотрим из него. В принципе, можно особо не париться. Можно смело применять заклинание бури. Против всех этих товарищей. Магии у меня просто очень много. Вот так вот с безопасной дистанцией можно их всех мочить. И вот так вот. вон кощей ходит видите наверху кроме как жертвоприношением я вообще не берёт магия никакая его не берёт магия и пить печом нельзя придётся изгаляться с жертвоприношением вампирчик нас атакует питающий вампир так нам идёт без кажется вот без как раз полностью возвращает урон его только магии мочить сохраняемся сохраняемся с весом надо быть поосторожнее я сохранился попробуем его замочить нет видите сразу умираешь то есть его только магией долбить так у меня есть телепортация то есть видите его вот так вот могу от него убегать без проблем чем штормом да будем его долбить наверное этим штормом его отбрасывать пока он не окочулиться тактическое отступление тактическое отступление еды чем видите как быстро бегает чуть тормозишь и можно окочуриться с бесом покончено наконец-то почистить территорию от скелетов вид сколько он товаров тут по насобирал так у нас кстати износ меча довольно приличный на всякий случай давайте поменяем продолжим изводить скелетов откуда скелет взялся из леса откуда вышел так еще один без блин с бессми придется немножко провозиться а а а а а а а а а черт черт я сейчас чуть чуть под горячую руку бесса не попался ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Наконец-то с бесом покончено. Детающие вампиры, это уже ерунда. Что случилось? Не понял, а что случилось-то? Меня убили, что ли, получается? Как я не уследил? Или мне кто-то урон вернул? Ладно. В принципе, сколько нам переиграть? Нам переиграть-то всего лишь 3 минуты. Это не так уж много. Ой, ой, ой. Черт возьми, не чуть. Прям подбесы. Тебе поркнусь. Кстати, я сейчас ударил беса, но почему-то вроде как не умер. Непонятно. Странно, бес почему-то не умер. Там вон еще один есть, к сожалению. Тебя не умер. Продолжение следует... Так, стоп, стоп. Давайте сохранимся, я попробую сейчас беса в рукопашную атаковать. Если я умру, то значит загрузимся. Потому что с мерчем запаришься его убивать. Кстати, этого беса, видите, можно мочить. А вот этого можно мочить. А этого почему-то нельзя. Понятно. То ли у них через раз эта способность срабатывает. Обратного удара. Призраков воинов. Я боюсь, что тоже есть способность обратного урона. Поэтому на всех случаях лучше их мочить. С мерчем. Так, давайте отступим. Немножко. На принципе, мочится. В очередь, ребята. В очередь. Если честно, ближе к концу игры я даже уже от боевки начал получать удовольствие. Вот честно. Блин. А вот это, кстати, барабаш. Он... От одного удара по барабашу я сразу умираю. То есть... И он все эти собрал. Целебные зелья. Барабаши мы будем... Черт возьми, как он быстро нас замочил. Кстати, да, барабаш он одним или двум ударами играет. Барабаши мы будем огнем сжечь. Ничем его не убьешь. Давайте отступим. Поменяем заклинание в колоде на огненное копье. Блять, вот почему я умер сейчас, я не понял. Я просто ударил по шершню и я умер. Что за бред? Кстати, Кощея что-то не видно. Куда Кощей-то пропал? Ах... КОЁТВА Сowa Са Продолжение следует... 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 Продолжение следует...